Приветствую вас. Вопрос довольно простой, по своему содержанию. Как перестать тревожиться за детей? Вот. Значит, автор пишет, что сын 20 лет живет отдельно. Сегодня до двух часов не отписался. В сети был ночью, только девушка его не в сети была, а у них газовая плита, и у меня уже плохие мысли в голове. Значит, у меня и так стресс. Месяц назад умер мой отец, все на взводе, вроде успокаиваюсь, но опять тревога. И человек пишет, что с момента становления матери в паникерче, вот, дочь, которая скоро 16, говорит, как-то меня на танцы будет сейчас отпускать. Я почитаю новостей, я жил во благо, а сын меня сегодня наругал. Вообще, когда я с детства, мама рассказывала, что если на меня опаздывали за все, то я стояла у окна и плакала с их вещами. Я это тоже сама помню. Ну, что же, во-первых, хочется, наверное, сказать. Главное, что привозиться и переживаться за близких людей, это нормально. Только, пожалуй, не совсем нормально, когда единственное, что есть в этом месте, это вот тревога. То есть вот это, вот это, пожалуй, что не совсем нормально, когда есть вот только тревога. Когда, ну, присутствует только-только тревога, когда ничего больше, кроме, вот, кроме тревоги нет. Понимаете, да? И вопрос здесь заключается в том, с чем такая парадигма связана, да? То есть вопрос здесь заключается в том, почему вы реагируете именно так. Вот. И, на мой взгляд, это связано с тем, скорее всего, что вы не привыкли, возможно, жить для себя. Вот. То есть, скорее всего, вот, вы для себя не живете. То есть, скорее всего, вы живете как-то вот, ну, в основном, что ли, для, ну, для других. Вот. А себя, себя вы без, ну, вот, без присутствия, так скажем, этих самых других вы не видите, не воспринимаете себя. Вот. Без присутствия других, повторю. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, с этим и нужно работать. Вот. То есть, чтобы вы учились потихонечку, чтобы вы учились жить для себя. Вот. Чтобы вы учились, ну, как-то обращать внимание на себя, чтобы вы учились что-то делать для себя. Да. То есть, вот. Такие. Такие какие-то вещи. И дальше. И дальше, поисследовать, поисследовать тревогу очень важно. Что за ней находится, что за ней стоит. Вот. Вот. Чего вы боитесь? То есть, сейчас как будто бы вы боитесь больше остаться одна. Да. И вот, вероятно, за страхом одиночества здесь, в первую очередь, нужно работать. Ну, и понятно, что у вас есть травма от потери близкого. Ну, вот. Ее тоже нужно проживать. Помочь вам ее прожить. А, вот. Такая вот история. Такой ответ. То есть, это психотерапия здесь для вас. То есть, вы не можете просто взять и перестать тревожиться. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно вам, интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь за помощью. И есть все. И есть все!